Детские кресла Мы продолжаем рассказывать о жизни сельских поселений. Полная картина социально-экономического развития в отчетах глав и оценке районной коллегии. На одном из заседаний отчитался глава Засовского сельского поселения Сергей Суховеев. Подробности в сюжете Людмилы Никоновой. На заседание районной коллегии приехала большая делегация Засовского поселения. Сотрудники сельской администрации, общественники, фермеры и участковые. Они должны услышать оценку от районных специалистов и определить направление работы в 2015 году. Зачетный период, то есть в 2014 году, Засовскому поселению удалось улучшить некоторые показатели и в общей таблице это поселение поднялось с пятого на третье место. Районная коллегия делает вывод. Аппарат администрации пересмотрел позицию, исправил существовавшие на тот момент недоработки. Но между тем, работать есть еще на чем. Одним из важных событий прошлого года стали выборы депутатов Засовского поселения. Новому совету вместе с администрацией предстоит заниматься вопросами развития территории в ближайшие годы. На территории Засовского сельского поселения нет крупного налогоплательщика. Зарегистрированные существуют деятельность только 66 субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном это крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. По сравнению с 2013 годом их количество увеличилось на 7. В рейтинговой таблице по темпам роста количества хозяйствующих субъектов к уровню прошлого года поселение занимает первое место среди 13 поселений района. На территории Засовского сельского поселения проживает почти 2800 человек, из которых 55% это жители пенсионного возраста и дети до 18 лет. 45% или 1237 человек это граждане трудоспособного возраста, из которых только 191 человек занят в экономике поселения. Более 60-50 человек работают в других поселениях Лобинска и Мастовских районов, и 148 человек выехали за пределы поселения с целью трудоустройства вахтовым методом. По уровню безработицы Засовское поселение на втором месте нет трудоустроенной меньше 1%. Тем не менее, коллегия напомнила активу о региональной программе занятости граждан, по которой в 2014 году 20 безработных граждан Лобинского района, один из них житель Засовского поселения, получили помощь на открытие собственного отдела в размере более 117 тысяч рублей. В рамках антикризисных мер правительства сегодня возобновляются программы общественных работ, продолжить работать и программы по занятости. Поэтому местной администрации необходимо активизировать работу в данном направлении. На территории поселения зарегистрировано 20 действующих крестьянско-фермерских хозяйств и 6 индивидуальных предпринимателей с правом ведения сельскохозяйственной деятельности, в землепользовании которых находится около 5000 гектар земли и которые занимаются производством не только продукции растеневодства, но и животноводства. Однако в этом направлении агропромышленного комплекса поселения есть свои проблемы. 6 владельцев паевой земли, бывших КФХ поселения, до сих пор не провели в соответствующие с действующим законодательством свои земельные участки. А это значит, что бюджет поселения не поступает в земельный налог. Администрация уже направила письма неплательщикам. Засовская удерживает лидерство в районе по темпам роста среднемесячной зарплаты. Она выросла на 26% и теперь более 17 тысяч рублей. Среднерайонный показатель превышает 21 тысячу. Коллеги рекомендуют продолжить работу по увеличению зарплаты, ведь от ее уровня зависит увеличение поступлений НДФЛ. А это основной источник доходов. У поселения неплохие перспективы инвестиционной привлекательности. Открытие нового предприятия позволит увеличить количество рабочих мест и, как следствие, вырастут поступления в бюджет. Было подписано инвестиционное соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству форелевого хозяйства. Общая стоимость проекта более 230 миллионов рублей. Что это даст вам? Окончание реализации проекта – 2017 год. Это позволит вам, согласно нашим расчетам с инвестором, дополнительно создать 40 рабочих мест. А это значит, что дополнительно минимальная сумма ваших поступлений в бюджет увеличится порядка от 120 до 150 тысяч. Это только ваш бюджет. Я не говорю о консолидированном бюджете. Поэтому администрация района, глава района не забывает о каждом поселении и занимается привлечением потенциальных инвесторов на вашей территории. Глава района сделал акцент на работе с молодежью. В бюджете поселения, по мнению Александра Сачикова, выделена недостаточная сумма на это направление. С появлением газа в Засовской стало больше оставаться молодых семей. Численность населения растет. А потому поселение должно развиваться. Замглава района Василий Клюев поднял вопрос водоснабжения. Который год мы говорим о том, что в свое время были вложены определенные деньги краевого бюджета в обустройство водозабора, в развитие сетей. Сети от водозабора подошли к жилым домам, подошли к детскому саду. Дальше вопрос замер на месте. Год назад в этом зале мы давали рекомендацию, Сергей Викторович, поиска человека, поиска организации, поиска инвестора, который бы взял пока не поздно и возродил централизованное водоснабжение. Нет централизованного водоснабжения, нет централизованного теплоснабжения, нет и предприятий ЖКХ. Остается не так много вопросов, которые вы должны решать. И вот мои коллеги сказали, довольно высокий рейтинг по проценту освещенных улиц не дает вам права успокоиться. Еще целина, не паханая по Засовской, по освещению. Благоустройство поселения определяет уровень жизни и демонстрирует отношения власти. О перспективах ремонта дорог рассказал Сергей Перевалов. В 2015-му уделят внимание дороге в соцгородок. Мы искали возможности, планируем вам направить 1 миллион 100 тысяч рублей и плюс средства вашего дорожного фонда, это 1 миллион 650 рублей. Поэтому это 2 миллиона 700 тысяч в 2015-м году на дорогах Засовского сельского поселения будет освоено. Планы большие, плюс район планирует, мы вошли в план, мы планируем сделать дорогу из Засовской, соцгородок. Поэтому общая картина по ремонту и содержанию дорог в Засовском сельском поселении в 2015-м году должна быть положительной. Прозвучали замечания по организации придорожного сервиса. Через станицу проходит региональная трасса. К ней Засовцы несут выращенную продукцию. Райцентр готов предоставить возможность реализации на ярмарках, но и в станице нужно организовать цивилизованную торговлю. Все люди выносят на обочину, мы вынуждены их штрафовать, милиция, ГАИ. Но я думаю, что сегодня есть и территории, и площади для того, чтобы это все сделать. И это надо делать, Сергей Викторович, и в перспективе развития и личных пособных хозяйств, и теплиц, и так далее. Более того, вы правильно сказали, что сегодня ваши участвуют в ярмарке. Мы готовы еще больше ваших принимать на ярмарки. Сегодня у нас не одна ярмарка выходного дня работает. У нас работают ярмарки практически всю неделю. Между тем, Олег Кухно положительно отметил работу Засовской администрации с перестеленцами из Украины, которая, по мнению замглавы района, прошла на высоком уровне. Сергей Суховев обозначил три вопроса, которые считает, нужно решать в ближайшее время. Один из них – высокая аварийность на региональной трассе. Движение интенсивное, а пешеходные переходы не освещаются. Бюджет Засовского поселения не может оплатить освещение, ночного освещения, чтобы 11 пешеходных переходов по закону, они должны быть освещены. А у нас по статистике гибнут люди, гибнет скот на этой дороге. И я не знаю. Хочется поймать выгоду из того, что дорога есть, хочется сделать небольшой рынок, хочется многого. Но вот это одна проблема. Вторая проблема – это, конечно, теперь доведение до ума газового хозяйства. Это оформление юридически его, оформление в собственность. Это определенные затраты, определенные деньги. И третья задача, тоже очень важная – это газификация поселка Суцгородок. По результатам соцопроса, который озвучил глава района, 50% жителей поселения положительно оценивают работу своего главы. Лишь 5% считают ее отрицательной. С большинством согласна и районная коллегия. Сергей Суховеев и актив Засовской администрации услышали не только мнение главы района, но и получили целый ряд рекомендаций для работы в 2015 году. Засовская достаточно успешная работающая администрация. Она много сделала, и глава Сергей Викторович немало там потрудился, особенно по газификации и старания по благоустройству станицы. Однако есть вопросы, которые требуют жители сегодняшнего решения. Поэтому достаточно жестко шел вопрос и по личным подсобным хозяйствам, и по землепользованию, и по благоустройству, и самое главное по формированию бюджета, потому что времена очень сложные, непростые. В целом получилась положительная оценка, потому что намечены неплохие планы, все-таки сделано тоже немало. А учесть замечания и предложения, которые здесь прозвучали, ну это просто жизненная необходимость. Поэтому пожелаем Засовцам успехов. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «ЛАБА». Сотрудники полиции проводят профилактическую операцию «Ребенок – главный пассажир». Во время рейда инспекторы выявили большое количество нарушителей правил перевозки детей. Подробности у Екатерины Клименко. Безопасность, здоровье и жизнь детей – главное для большинства людей. На безопасность маленьких участников дорожного движения направлена профилактическая операция «Ребенок – главный пассажир». Сотрудники ОГИБДД совместно с РОТ и ДПС в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей решили проверить ответственность водителей, перевозящих малышей, и выявили немало нарушений правил перевозки детей без использования детских удерживающих устройств. Рейд провели и возле 20-го детского сада. И вот почему. В вашем садике вот такое ЧП произошло, что родитель, нарушив правила дорожного движения, допустил выезд на полосу встречного движения, сам погиб, а ребенок, именно воспитанница вашего детского сада, получила тяжелые травмы. Вот в связи именно поэтому завтра вы знаете, что будет общая садиковская? Да, вот мы как раз инициаторы проведения собраний этого рейда. Вот мы хотим вам вручить листовочки, чтобы там наклеечка, если что, чтобы вы никогда не забывали брать с собой другое кресло. Нет, у нас кресло всегда с собой с самого рождения. Да, ну и вот завтра уже более подробно поговорим на эту тему. Спасибо вам большое, что вы храните своего ребенка. Ежегодно на дорогах Краснодарского края происходит в среднем около 800 дорожных происшествий с юными участниками дорожного движения. В 40% дорожных происшествий дети являются пассажирами. Практически все пострадавшие дети-пассажиры находились в автомобиле без удерживающих устройств, либо не пристегнутые ремнями. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма всегда была приоритетной в деятельности ГИБДД. Поэтому не случайно мы совместно с ГИБДД, то есть ТРОТ и ДПС, проводят рядовые мероприятия именно на выявление фактов перевозки несовершеннолетних, водителями транспортных средств без специальных удерживающих устройств. На территории Лобинского района именно с начала года, то есть за два месяца, буквально было выявлено 86 административных правонарушений. Именно по части 3 ст. 12.23 Кодекса административных правонарушений. Однако даже если ребенок находится в детском удерживающем кресле, в дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят из-за неправильно выбранного скоростного режима, ребенок получает тяжелые травмы. К сожалению, большинство родителей по-прежнему не считают необходимостью приобретать автомобильное кресло для безопасной перевозки своих детей. Однако помимо солидного штрафа, а он составляет 3000 рублей, за безответственное поведение родителей, такое путешествие для ребенка может закончиться трагично. Согласно требованиям правил дорожного движения, дети до 12 лет должны перевозиться либо в специальных детских удерживающих устройствах, либо с пристегнутым ремнем безопасности со специальным адаптером. К сожалению, многие родители пренебрегают этими правилами, пренебрегают безопасностью своих детей и продолжают перевозить детей без детских кресел, не пристегнутыми ремнями безопасности, а также допускают перевозку детей стоя в автомобиле. И некоторые даже вот мы случаи выявляли, когда водители у себя на руках перевозят детей. Это крайне недопустимо для ребенка, потому что его жизнь еще более хрупкая, чем жизнь взрослого человека. Во время акции инспекторами останавливались транспортные средства, водители которых перевозили несовершеннолетних детей без детского удерживающего устройства и не пристегнутыми ремнями безопасности. С такими водителями проводилась профилактическая беседа о важности перевозки ребенка в специальном устройстве, а по окончанию беседы водителям вручались листовки. За пару часов работы сотрудниками полиции удалось выявить и привлечь к административной ответственности 11 нарушителей, пренебрегающих правилами дорожного движения, а как следствие жизнями и здоровьем своих маленьких пассажиров. Всего за время проведения акции составлено 28 постановлений. Екатина Клименко, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба». Неделя скидок в «Техностиле» продолжается. Следующий сюжет на правах рекламы. Магазин «Техностиль» уже много лет является лидером на рынке бытовой техники. Здесь представлен огромный ассортимент всего, что может понадобиться дома. Причем продавцы-консультанты помогут не только с выбором необходимой техники, но помогут ее доставить и установить. В нашем магазине есть большой выбор всевозможной различной бытовой техники, такие как стиральные машины, холодильники, мелкая бытовая техника, пылесосы, микроволновые печи, мясорубки. И также есть большой выбор бытовой техники для именно мужчин, то есть это бензоинструмент, скутера, автомойки, всевозможная аудио-видеотехника для автомобилей и для дома. Каждый человек, пришедший к нам, может уйти именно с той покупкой, которая ему нужна. Многочисленные акции, которые проводятся в магазине регулярно, позволяют выгодно приобрести технику. Этот год не стал исключением. «Техностиль» снова радует своих клиентов выгодными предложениями. В последнюю неделю февраля магазин приготовил настоящий сюрприз для покупателей. Электроника, крупная и мелкая бытовая техника, компьютеры, аудио- и видеотехника, фотоаппараты, а также посуда. Все это теперь можно приобрести по сниженным ценам. С 23 февраля «Техностиль» объявил большую распродажу. На все группы товаров цена снижена на 20%. Только сейчас можно купить телевизор 32-й диагонали всего за 10 тысяч рублей. Такая же стоимость и у некоторых стиральных машин известных фирм. Акция продлится до конца недели. Так что тем, кто мечтал приобрести новую бытовую технику по ценам прошлого года, нужно поспешить в «Техностиль». Неделя больших распродаж ждет вас. Тратить свои сбережения нужно выгодно и только в проверенном магазине, где отвечают за качество реализуемого товара. Сделать современную бытовую технику доступно – один из основных принципов этой торговой сети. В магазине покупатели всегда ждут интересные предложения, акции, скидки и даже подарки. Для удобства клиентов сотрудники «Техностиля» помогают оформить выгодные кредиты или рассрочку на покупку товаров. А сейчас с прогнозом погоды на выходные дни нас познакомит Ирина Берекова. Я передаю ей слово. Ирина, какую погоду обещают синоптики в последний день зимы? В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода. Большая вероятность осадков. Подробнее через несколько минут. Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». «Окнопарк» – надежные окна по доступной цене. Это все новости на сегодня. Всего доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно метр двадцать на метр тридцать. Одно положение и открывание с подоконником и отливом всего три тысячи девятьсот девяносто рублей. «Окнопарк». Телефон 8-918-354-58-48.